всем привет здравствуйте меня зовут илья и на канал изучаем си плюс вместе мы продолжаем заниматься по плейлисту а свой си плюс самостоятельно за 21 день занимаемся по одноименной книги стакара вы если вы не смотрели предыдущие уроки то приглашаю вас по ссылочке сначала перейти на начало 27 занятия но если вы си плюсы вообще не изучали никогда то на начало начал на 150 роликов назад вот сегодня мы с вами рассмотрим такую тему как использование стд сиин для ввода туда пришло время 27 уроков прошло тем для ввода разберем использование для ввода простых старых типов данных и разберем листинг 27.4 использование потока сен для чтения простых типов данных посмотрим что там там приготовился карта концу нашей книги пора бы научиться уже вводить что-то с клавиатуры на экран точнее программ в любом случае если все как бы готово и айдешечки ваши открытые и вы уже такие готовы писать код не забываем ставить лайк подписываться на канал потому что напоминаю что за последние 28 дней мой контент подписка посмотрели 53 3 процента зрителей спасибо вам большое что смотрите приятный результат но наш с вами челлендж 60 процентов поэтому нажали на колокольчик увидели новый ролик взять на зашли обязательно посмотрели посмотрели доставили комментарии люха я посмотрел жду следующий ролик вот так окей поехали дальше использование стд сиин для ввода потока стд сиин универсален он позволяет читать данные простых типов таких как киндабл или указатель на чар а также читать с экрана строки и символы используя такие методы как гитлайн использование стд сиин для ввода простых старых типов данных помощью потока сиин можно читать целые числа числа с плавающей точкой или символы непосредственность стандартного устройства ввода листинг 27.4 демонстрирует применение потока сиин для чтения простых типов данных введенных пользователем поехали 27.4 наш с вами листинг все что нам сегодня здесь потребуется это одна единственная директива при процессоре и у стрим и using namespace стд для ленивых чтобы не писать префиксы на 3 namespace стд далее у нас с вами основная функция мэйн открываем ее тело и начинаем магию оператор вывода си аут видите целое число видите целое число enter integer как там было каждый раз нам разная выдает это нечестно они не находите число я не все кажется у меня сломался а сломался и лежать и слава и слава ладно проехали едем дальше интернет джер дальше у нас с вами объявляем перемены input нам input нам инициализируем ее нулем инициализируем ее нулем через оператор года соответственно через сиин мы будем вводить нашим тут нам input на хорошо девятая строка кода у нас сяут видите число пип введите число и enter the number пи да когда так видите целое число and integer целое число это integer а и это когда число какое-то пида number пи прошлом запоминаем потихонечку вот это вот сидел далее объявляем переменную соответственно пи и инициализируем ее тоже также двумя ноликами и далее мы будем вводить наша пи будем вводить наше пи на 13 строке года у нас будет видите три символа разделенных пробелами видите три им было разделенных пробелами лами интересно enter free characters separated by space точно сепарейте от разделенных сепарейте на не space но space это пробел сепарейте да я где-то видел это слово не могу вспомнить только где споры интересно так окей значит у нас здесь с вами три переменных мы объявляем чаровских и инициализируем их просто тренирующим ноликом в этих вычек конечно карадин чертва до дача 3 1 чертва ну терминатор у меня с отрица настроение замечательно надеюсь вам она тоже немножечко перейдет чтобы вы и не вас был тоже прекрасный создали биби инициализировать три переменной типа чара просто детерминирующим нулем потому что вот почему бы и не то и далее мы будем вводить через оператор sin те эти три переменные соответственно разделенных пробелами до разделенных пробелами зеленых пробелами хорошо далее 17 строка кода сяут введены следующие перемены введены следующие переменные теперь будем смотреть что мы с вами там нам вводили интересно здесь следующий next будет ловинг варей был сар а следующие в смысле которые присоединенные типы до флоуинтой цели в рейбл сар и интернет юст и мне говорил к хочу это послушать и фонуиндер я был сарин через интересно да следующие полу присоединиться да там кто вича стримы смотрит потом ловьтесь на меня пожалуйста вот в общем а ловинг присоединиться добрее было понятно а переменная introduce получается введены которые введены уф английский где мой английский да я буду free speaking лишь так смотрим что мы вообще наводили input на input на твои . пои . у нас здесь будет input нам инглайн далее у нас будет число пи смотрим чему равно пи и инглайн и чарики и наши три символа 3 символа и символа чар 1 2 карп и так ну только три символа мы сейчас при раке раз да переведем сделаем как-то посимпатичней и стабуляцию и в принципе окей как-то так ну здесь конечно еще нолик наши допишем и собственно все вот такая вот у нас программа ничего здесь сложного я думал что-то будет интересно и но ничего интересного здесь не было но в любом случае повторение мать знаете сами кого значит начали программа нас подключение 9 при процессоре стрим чтобы работать с операторами сины сяут соответственно далее юзинг ниспс ссд чтобы не быть ленивыми из тд префиксы где не писать далее у нас основная функция майн открывается в теле нашей основной функции далее через оператор сяут мы выводим видите целое число вводим создаем переменную интовую вводим ее с клавиатуры далее мы создаем просим ввести число пи создаем double переменную переменную типа double и инициализируемые тоже двумя ноликами через точку потому что ну вот помним да что даблы и флоты надо вот так вот инициализировать соответственно далее ручками вводим наше число и три еще переменных чара мы завозим инициализируемых просто на терминирующим нулем и вводим через пробел кстати да говорит через пробел ввести три символа и далее мы просто смотрим что мы ввели но тут как бы все окей давайте запускать смотреть сломалась не работает лад видите целое число ведем 850 видите число пи видите три штуки через пробел три символа но кстати три символа можно ввести поэтому можно стиль разный символ цифру и смотрим мы значит что вели наша действительно такой пи действительно такое при характере о как через пробел разделенных пробелами ну да и а чё это так может быть не знаю собачка плохой символ для всех любителей собак чем-то будет он будет си плюс плюс нет всего не работает син а ну да конечно боже что ты и запятые пишу с ума сошел но по аналогии чё здесь же запятые стояли я и сюда их подписал вы поняли вот так вот в этом замечательно программирование ты такой берешь и пишешь какую-нибудь билиберду отчетом 1459 потом что 2 дальше не помню и 3 символа соответственно давайте вернем нашу собаку чтобы блок да теперь вот они окей вместе сидеть ну понятное дело да что здесь это просто опечатка даже не ошибка но забавно да найти посмотреть а как вообще а почему можно было вести их через запятую они же вбились они реально вводятся через запятую ну-ка что там происходит давайте вернем сюда и через за тлачик попялимся что там происходит вообще они прямо вводятся вводятся или не водится не водится неважно здесь мы что пишем далее у нас три переменных окей и здесь у нас идут три чара и чара мы берем пишем 5 пишем вас пишем вас происходит дальше не у нас просто нули остаются в остальных чарах это очень интересно что он ничего не говорит что ну ты чё дурак что илюша комон но интересно да забавно то есть он оставил их с детерминирующим нулем но записать так разрешил прикольно если бы а если бы было вот здесь запятая а вот здесь вот так чтобы он тогда записал он бы пропустил типа только первую за там шажок надо сделать шажок делаем записываем джей неважно еще что то еще какие-то по одному символу вот так что произойдет нет записал только в первый записал только в первые все остальные также остались 0 но было бы забавно сейчас если бы он не написал и записал здесь и записал я бы поракал но прикольного кило ну ну бы надо знать о чем еще спросим университете почему общем можно так записывать давайте прям прям сейчас этим займемся ну или давайте анализа читаем там анализ наверное совсем маленький да там интересная часть лестника 27.4 заключается вводе значение пис использованием экспоненциальной формы записи а он еще кстати смотрите он там вводил экспоненциальную форму записи давайте ведем как картка вводил он водил 1 2 3 4 далее он водил 0 3 14 159 26 и один уж и видеть три символа c плюс плюс вот видите да и мы вводили в экспоненциальной форме записи шлопе но так как я один это умножить на 10 да я правильно понимаю если е1 значит на 10 мы просто умножаем и соответственно получаем вот такое число но 26 там опускается потому что это там где-то там надо показывать чтобы строчка была больше в прошлом где-то мы недавно совсем делали до недавно их листинг но в общем да а соответственно давайте просто ради интереса удостоверимся что например 0 0 получается 3 14 159 и во второй получается и тут неважно его 2 до 3 14 да все-таки еди это как бы в 2 но 10 в какой степени да и это 10 пикс экспоненциальной степени в какой степень с 10 во второй у нас вот 3 400 замечать так вот соответственно эти данных переменных и типа дамы обратите внимание как три символьные перемены заполняются в пределах одной строки да мы заполним через запятые сделали так теперь давайте возьмем эту строку и пойдем у ней расти спросим у нас есть строка на языке си плюс плюс языки шекспира ну почти почти на языке на языке верно страус не выговорю в фамилию у нас есть так а почему компилятор 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 не указывает на ошибку если мы эту строку пишем следующим образом и поставим теперь здесь за петушке вот так ну-ка давай моя дорогая нейросеть расскажи-ка мне почему мы получаем никаких ошибок здравствуйте это bing давай давай я могу помочь вам с вопросами языке программирования ваш вопрос интересный попробую объяснить почему компилятор не указывает на ошибку вашем ходе здесь и плюс оператор ввода имеет более высокий приоритет чем оператор запятая это означает что выражение сиен эквивалентно сиен чар запятая чар чар оператор запятая выполнять свои выполняет свои операнды слева направо и возвращать значение последнего операнда таким образом выражение сиен чар 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 считывает один символ из стандартного ввода и присвоит его переменной чара затем игнорируя значение переменных чар 2 и чар 3 возвращает значение чар 3 ч он не возвращается ваш под не выдавать ошибки компиляции потому что он синтактический корректен но он не делает то что вы возможно ожидать если вы хотите считать три символа и стандартного вывода и присвоите перемены это вам нужно использовать оператор это понятно для каждой перемены это гарантирует окей здесь это помогло нет не помогло не понял так еще раз таким образом выражение считывает один символ из стандартного вывода и присваивает его переменной чар 1 прошу а затем игнорирует значение переменных чар 1 и возвращать к куда возвращает вот не очень понял про возвращение чар 3 не очень понимаю ай куда возвращает чар 3 вот и за полный код программы основе вон не эту фразу но не знаю просто весь код скинем вот он ческал не очень понимаю игнорируя значение возвращает черт и куда кого он возвращает куда какой черт и куда он возвращает про , понятно да то есть он разделил приоритету этого больше у этих меньше он и куда куда хлоп-хлоп сюда чар один сделал и записал нам значение а вот про возврат черт и чет я не п я понимаю что вы хотите узнать что происходит с переменной черты в вашем коде я постараюсь объяснить это более подробно ваш код содержит строку ну это понятно здесь понятно здесь понятно сейчас она нам тут напишет а вот ваш вопрос был о том что произойдет если вы измените эту строку на такой я уже говорил что это эквивалент следующему выражение давай в этом поражении оператор выполняет свои операции операнды слева направо слева направо выполнять свои операнды выполняет свои операнды слева направо возвращает а ну то есть это это значит я не знаю что делает оператор , оператор оператор , просто возвращает операнды слева направо возвращает операнды возвращает показывать что ну куда возвращается это значение вот как мы знаем оператор ввода возвращает ссылку на объект с которым он работает в оператор ввода возвращает ссылку на объект с которым он работает возвращает ссылку на вес к нашем случае объектив который представляет стандартный вот таким образом выражение сиен возвращать ссылку на тин эта ссылка никуда не сохраняется не используется вашем ходе на просто игнорируется таким образом ваш код считывай только один символ а значение перемена чертри остаются неизменными затем он выводит из значений на экран например если видите виве ведете abc пашкот виды я знаю что у меня выведет мой код как видите только первый символ эй был считан присвоен чар один остальные символы были проигнорированы значение перемена чердина чертри были определены детерминирующим нолем поэтому они не были выведены на экран здесь это объяснила издай вам объяснила ты полез опять в дебри какие-то но что-то я не вне не 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 алё эти черт но напоследок прочитаем в этом выражении оператор запятая выполняет свои операнды слева направо и возвращает значение последнего операнда слева направо возвращает значение последнего операнта это означает что сначала выполняется сенчара вот это сначала выполнять потом вот это его потом вот это то есть считывается один символ и стандартного ввода и присылается перемен начал хорошо затем выполняет чертва то есть ничего не произойдет потому что это просто значение перемены а почему мы его вообще сюда смогли записать то потому что это не как бы синтаксис позволяет так где там остановился то есть ничего не произойдет потому что просто начать перемен аналогично выполняется черт и в итоге выражение значения в итоге выражение вернет значение черт 3 то есть значение последнего операнда то есть вот это у нас как выражение рассматривается то есть или вот это вот это все получается рассматривается как выражение но куда возвращается это значение как мы знаем оператор вот этот вот оператор возвращать ссылку на объект которому он работает давайте приведи пример вот этого уяснения пусть покажет не очень въезжая куда какая ссылка возвращается как мы можем пользоваться с считанная считанным объектом ссылкой когда мы туда много вот этого вот всего пишем прошу вопрос привести пример который иллюстрирует что происходит с возвращением значением выражением бла-бла-бла представьте что вы хотите купить три книги интернет магазине вы выбрали книги добавляете их корзины переходите к форме и заказа на этом этапе вам нужно ввести свои данные такие как имя адрес номер телефона и способ оплаты это аналогично тому что выводите данные с клавиатуры это понятно это означает что вы заполняете форму поля ваш заказ будет обработана стала показано адреса это аналогично тому что было было что если вы ведете свои данные таким образом тритры это это эквивалентно такому выражению хорошо в таком случае вы заполняете только поля с именем управление и отправлять заказ остальные поля саются пустыми ваш заказ не будет обработан это я понял куда возвращается это значит опять что ли возвращать ссылку на объект с которым он работает В нашем случае это объект CIN, который предоставляет стандартный, вот таким образом возвращает ссылку на CIN. Эта ссылка никуда не сохраняется, не используется в вашем коде, она просто игнорируется. Это возможно сравнить с тем, как вы получаете чек после оплаты. Это я понял. Ты мне покажи пример, в котором мы возвращаем ссылку на CIN и сохраняем ее и используем где-то. Но я, конечно, объяснитель еще тот, с нейросетью лучше, конечно, получше объяснять, но вдруг поймет у нас глупых. Пробу показать вам пример, в котором мы возвращаем ссылку на CIN, сохраняем ее и используем где-то. Для этого на экран небольшую программу данной с клавиатуры. Нет нам характеристика 33, татам, объявляем переменную для хранения ссылки. Уф! Уф! iStream, ссылка input CIN, объявляем переменную для хранения ссылки CIN, считываем данные с клавиатуры и сохраняем ссылку на CIN. Выводим данные, вывели нам, используем ссылку на CIN для считывания других данных. Аааа, я походу понял, что происходит-то вообще? В этой программе мы объявили переменную input типа iStream. Input, вот он, наш input CIN, который будет хранить ссылку на CIN. Затем мы считываем данные с клавиатурой и присваиваем ссылку на CIN переменной. Это делается с помощью выражения. Ага, это выражение к виволенту такому. Ага, в этом выражении оператор выполняет свой операнты слева направо, возвращает значение последнего операнта. Это означает, что последнее, что сначала выполняет CIN нам, то есть считывается, но это мы уже в итоге выражение вернет значение STR. То есть значение последнего операнта. Но куда возвращается это значение? Это мы уже 2 миллиарда раз писали. Таким образом мы сохраняем ссылку на CIN переменной input. Мы можем использовать для считывания других данных клавиатуры. Например, мы можем написать input нам. Это означает, что мы считываем еще одно целое число и стандартного воды присвоим ее переменной нам. Это аналогично тому, что было бы CIN нам. В этом случае мы используем переменную input, которая хранит ссылку на CIN. Так, дайте код. Давайте куда-нибудь вот ставим, посмотрим, что тут у нас. Дело закомментируем. Так, смотрим, бла-бла-бла-бла, input нам 0, окей. Здесь окей, здесь окей. Есть у нас, значит, наша объявляем переменную для хранения ссылки CIN. Ссылка из стриминпут. Считываем данные с клавиатуры, сохраняем ссылку на CIN. Считываем данные с клавиатуры, сохраняем ссылку на CIN. Хорошо. Вводим данные на экран. Нам, используем ссылку на CIN для считывания других данных. То есть, можем переписать нам в input. Если я все правильно понял, давайте сейчас запустим. То есть, мы вводим там три условных значения, что там у нас 1С и какая-то строка. И он нам ее показывает. Ага, нет, стоп. Вы ввели нам... Вы ввели 1. Вы ввели другое число 0. Ничего не выводил. Используем ссылку на CIN для считывания других данных. Что выведет программу, которую ты написал? Я просто думал, что мы сейчас введем как бы три разных значения. Они там где-то запомнятся. А потом мы это все дело увидим. А здесь мы перезапишем чисто нам. И мы сможем... Мы могли бы перезаписывать нам чар и стринг, но что-то не работает. Программа, которую я написал, вывели на экран, данные, которые вывели... А, через пробел надо. Подожди, а как через пробел? 10. Вы ввели 10. Ага. То есть, через запятую... Теперь нужно ввести символ. Вы ввели... Нет. А как? Тоже через запятую надо вводить. Если у меня не работает, я не знаю, что там у нее работает, у меня такого не работает. Я тоже предполагал, что вот так вот это должно вывести, но у меня такое дело не вводится. Если вы ведете следующие данные... Ну, в общем, да, забавно. Получается. Убивляем переменную. Считываем данные. Вывод. Если я введу 3 значения через пробел, выводится только первое. Проверь программу, правильно ли ты ее написал. Ну, вообще, выглядит логичным, но у нас что-то не так. Эй. Ну, выглядит как будто бы ок. Я проверю программу, которая написала, она работает так, как я описал. Возможно, вы ввели 3 значения через пробел в одной строке, а не в трех разных строках. В этом случае программа считывает только первое значение игнорирует. Остальные это происходит, потому что оператор... Ну, это понятно, но даже если я пишу, а как... Ну, 3... И все. А как я могу ввести... И... Ну, здесь-то я понял. Да, он input. Ага. А как... А как ввести на разных строчках без Enter? Come on. Я понял, что она говорит, но... Но здесь все равно так не получится. Через запятую они... Мне кажется, она меня обманывает. Если вы хотите считать 3 значения через пробел в одной строке... Хорошо. Это происходит, потому что оператор имеет более низкий приоритет. И поэтому выражение бла-бла-бла... Это я понял. Если вы хотите считать 3 значения через пробел... Хорошо. Хорошо, но... Это означает, что вы хотите вводить трем переменам. Например, если вы хотите 10, а хэллоу, то нам будет ран 10... Ооо... Ну, дела, конечно. Ну, дела. Так, ну, давайте задим последний вопрос. Я что-то не въезжаю, как я должен передать ей 3 строки. Ну, то есть, 3 в разных строках. Спросим, как нам передать, не нажимая Enter, 3 строки. Если не отвечает, будет вам домашним заданием. Я не могу понять, как мне ввести 3 строки. Так, 3... Не знаю, разных. Такие. Ну, что после нажатия Enter... Программа... Как это? Только первое значение. Ну, не знаю. Не понимаю. Как мы можем ввести 3 разных. Я понимаю, что вы хотите ввести... Вашу программу использует оператор для считывания данных из стандартного ввода. Этот оператор будет так, что он считывает данные до первого пробела. Или символа перевода строки. Поэтому, если вы хотите написать 3 разных строки... Вам нужно нажать Enter после каждой строки, чтобы разделить их. Так ты что не... Ты такой интересный! Да это понятно. Если вы хотите... Если вы хотите ввести строки Hello World. Так, стоп. А он предлагает в кавычках это написать? Нет. Короче, я не понимаю. Напишите в комментариях, возможно ли в одной строке... Вот, ну, вот как он предлагает. Вот так вот написать. Ну, точнее. Вот так вот, да? Первые 3. Без использования Enter. И все ли в коде у него хорошо. Потому что я что-то не одупляю, как это сделать. У вас домашнее задание. Как сделать? Обязательно в комментариях напишите пример кода, чтобы... Ну, вообще интересно получилось, да? Залезли немного глубже. Но сотрем и забудем. И никто никогда не видел. Ладно, окей. Во всяком случае, по вот этому вот. Здесь все понятно. С запятыми очень интересно. С запятыми получилось очень интересно. Что-то залезли куда-то глубоко. Не разобрались, но полазили. И это было прекрасно. Еще осталось разобраться, чтобы это дело все работало. Но разберетесь. Обязательно напишите. Будет интересно об этом деле почитать. Ладно, что-то мы тут засидели, да, сегодня надолго. Листинг был вообще небольшой и быстро должны были все это сделать, сделать. А мы как-то долг. А на следующем с вами занятии мы посмотрим про такое использование метода, как std-seeing-get. Для ввода буфер чара с указателем. Со всем там 12 строчек кода. Прекрасный. Листинг 27.5. Вставка в символьный буфер без выхода за его границы. Вот так вот он будет звучать. Но это уже в следующем ролике. Потому что сегодня мы уже с вами засидели здесь. Поэтому не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Если все понятно. Или так же, как и мне, непонятно с этим сильным. Такое ощущение, что у меня просто нейросеть кинула. Что-то она свое там придумала. А мне так и не объяснила. Либо я, может быть, чего-то не понял. В любом случае, в комментариях напишите, что кого и как. Потому что как-то, ну вот как-то так. Вот, но и не забывайте подписываться, конечно же, на канал. Разбираемся здесь, учимся. Мы здесь для того, чтобы учиться и разбираться в плюсах. Вот, увидимся с вами, значит, в следующих роликах. Меня зовут Илья. Это канал «Изучаем C++ вместе». И это плейлист «Освоя C++ самостоятельно за 21 день». И ничего не пойми. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем до встречи.